Отражение названия следующего нашего с вами урока. Давайте нарисуем снова безликую прямую целых чисел. В данном случае настолько безликую, что можно даже направление не указывать. Надо только нанести через равные промежутки точки. Вопрос. У нас были преобразования сдвига налево или направо на определенное число тактов. Ясно, что при этих преобразованиях система точек целых как единое целое, то есть как подмножество прямой зеленый, не менялась. То есть оно сдвигалось, внешний наблюдатель мог не заметить этого сдвига. Внутри произошли изменения, каждая точка куда-то соскочила. Но внешний наблюдатель все равно заметил ту же самую систему точек на тех же самых позициях. Вопрос. Есть ли еще какие-то преобразования, которые не являются сдвигами, которые тоже оставляют эту систему точек на месте? Вообще, надо сказать, что тут можно сделать небольшое отступление. Если есть некое множество х, х, являющееся под множеством в каком-то огромном множестве а и задан список, возможно, бесконечный, даже очень часто он будет бесконечным, список разрешенных преобразований. вот этого вот огромного объемлющего множества, то все преобразования, сохраняющие х на месте, то есть внутри икса возможны какие-то перестановки точек, да? Но оно как единое целое внешним наблюдателям, ну, как бы для внешнего наблюдателя она остается на том же месте, где оно было. Сохраняющие х образуют группу. Значит, вот это способ получения групп, который был исходно исторически первым, то есть именно на этом пути люди осознали, что такое группа. Иварист Галуа рассматривал преобразование определенного вида и говорил, вот мы не одно преобразование рассматриваем, а сразу все, которые там сохраняют то-то, то-то или то-то. И они образуют группу, то есть если брать их композицию, то получается, что мы можем, если взять композицию преобразований, мы можем указать, какое преобразование ничего не меняет, оно называется тождественным. Для каждого преобразования существует то, которое его нейтрализует. Ну, в общем, все аксиомы выполнения операций в группе будут выполнены, если под элементами группы мы будем понимать преобразование, а под композицией элементов, операций, это выполнение двух преобразований одно за другим. Это вот такой универсальный способ получения групп. Здесь много вопросов, много неясностей, что значит список разрешенных преобразований, что это вообще означает разрешенный. Вообще я еще не объяснил, что такое преобразование, я сказал, что это взаимоднозначное соответствие, то есть точки не склеиваются и происходит просто как бы перестановка точек. Но это все надо строго определять, мы к этому вернемся, а пока просто вот эта вот идея, она леет мотивная, она будет через весь наш курс проходить. Первый раз я ее здесь выписываю. Но вот если мы рассмотрим все точки, бесконечное количество точек, идущих через равные промежутки, то мы возвращаемся к вопросу, какие преобразования разрешенные. А что значит разрешенные? Мы еще не объяснили, что в этом случае мы считаем разрешенными. Что мы считаем разрешенными преобразованиями самой нашей прямой. Но давайте я чуть-чуть забегу вперед. Разрешенными долгое время мы будем считать те преобразования, которые сохраняют расстояние. То есть если две точки были на некотором заданном расстоянии, то их образы будут находиться на том же самом расстоянии, на котором находились эти две точки. Но это будет все у нас подробнейшим образом проработано в дальнейшем. А пока просто вот что приходит в голову, если смотреть на эту картину? Что еще можно сделать с этими точками? Ответ. Их можно перевернуть. Взять какую-нибудь точку за основу, вбить сюда гвоздь, и перекрутить, взять эту прямую как бесконечно длинную палку и совершить с ней поворот на 180 градусов. Пока она вертелась, она сошла со своего насеста, вот она начала вертеться, она заметает там вот это пространство здесь, плоскость заметает туда-сюда. Но потом через 180 градусов эта прямая наша снова села на насест. Только те, которые были справа, они теперь стали слева, а те, которые были слева, они теперь стали справа. Поэтому произошло переворачивание или отражение прямой относительно точки. При этом отражение меняется местами, точки, находящиеся на одном и том же расстоянии, и они от гвоздя. Вот. Ну, соответственно, можно его назвать как-нибудь, например, F-гвоздь, да? Ну, если бы гвоздь был назван какой-нибудь человеческой буквой, например, это было бы A, то мы бы говорили F-A. То есть, если я сюда подставил точку, то я имею в виду, что это отражение. Если я сюда подставил число, то я имею в виду, что это сдвиг. Так, вопрос. Вопрос. Все ли или не все преобразования прямой, которые оставляют вот эту систему всех целых точек на месте, мы теперь перечислили. ответ, не все. Если я забью гвоздь в серединку между двумя соседними точками, туда, где вообще нет никакого целого числа, то я тоже получу преобразование отражения, которое всю систему точек, находящихся через равные расстояния друг от друга, переведет в себя. То есть, смотрите, как интересно. Мы исходили из того, что мы знаем только целые числа. Никаких других чисел мы не знаем. Мы задались естественным вопросом, как можно покрутить, повертеть прямую, как, что можно с ней сделать, так сказать, не вытягивая ее, ничего с ней, как бы физически ее не ломая, не выгибая. Ну, то есть, грубо говоря, оставляя вот эти вот расстояния, которые раньше были, оставляя расстояния неизменными между точками. Как можно эту прямую попреобразовывать, чтобы система целых точек осталась на месте? Выясняется, что для того, чтобы описать все такие преобразования, приходится привлекать точки, находящиеся строго посередине между целыми. Потому что каждая такая точка порождает отражение относительно нее, при которой целые все остаются на местах. То есть, имея целые, мы должны рассмотреть полуцелые. Ну, а идея в том, что если мы какую-то точку получили, мы ее должны принять к рассмотрению и признать, что она существует, грубо говоря. То есть, если мы получили способ как-то попасть в какую-то точку, данный способ стоит в том, что мы выбираем точку, относительно которой отражение не меняет целых чисел. Ясно, что она посередине между ними. Значит, мы должны признать ее существование. Соответственно, признавая целые, мы должны признать полуцелые. Признавая полуцелые, мы можем рассмотреть вопрос о том, какие преобразования сохраняют систему целых и полуцелых точек, то есть вдвое более плотной сеточки. Но тогда мы, естественно, придем к четверть целым, потому что четверть целые, если в них преобразования совершать, они будут систему всех целых и полуцелых оставлять на месте. Правда, будут менять целые с полуцелыми местами. Но если мы уже признали полуцелые, нам приходится их, так сказать, уравнять в правах с целыми. Дальше получаются четвертинки, дальше восьмые доли и так далее. Мы получаем все числа дробные, в которых в знаменателе стоит степень двойки. Ну, понятно, что делает математика. Математика занимается аналогиями. Если мы разрешаем дроби, в которых в знаменателе стоит 2 в катой, то почему мы должны запрещать дроби, в которых в знаменателе стоит что угодно? Итак, мы естественным образом из идеи отражения пришли к идее дробей. И именно ими дробями мы будем сейчас заниматься. Ну, конечно, большинство народа прекрасно знает, что такое дробь. Но про них нужно знать много чего и оперировать ими свободно. То есть системой всех вообще возможных дробей, которые существуют напрямую, мы должны уметь оперировать в полном совершенстве, чтобы плавать среди этих дробей, как рыбы плавают в воде. Итак, мы переходим к анализу системы всех дробей. Итак, мы проходим к анализу системы всех дробей. Да. Итак, мы переходим к анализу системы всех дробей. Продолжение следует...